Торжественное открытие традиционного августовского совещания прошло на Камчатке. Накануне нового учебного года педагоги обсуждают тему совершенствования образовательного пространства. В пленарном заседании принял участие глава региона Владимир Солодов, который отметил, что именно система образования определяет, каким будет общество в будущем. По словам главы, сейчас стоит задача по-новому взглянуть на формирование системы ценностей у подрастающего поколения. Мы убеждем глубоко, что именно формирование устойчивой системы ценностей является фактором успешности современного молодого человека, ребенка в будущем. Потому что именно она будет определять ту способность учиться, которая, как мы все с вами понимаем, будет востребована в меняющемся мире. Именно она позволит сохранить устойчивость и движение к намеченной цели, сформировать ее лидерские качества. Конечно, не менее важная устойчивая гражданская позиция – формирование уважения к нашим историческим корням, личной ответственности за судьбу, начиная с самого простого – судьбу своего двора, своего населенного пункта, города, Камчатского края, и заканчивая судьбой всей нашей страны. Глава Камчатки напомнил, что президентом страны Владимиром Путином 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Учитель по-прежнему – это самая уважаемая профессия в нашем обществе. Это абсолютно заслужено, и мы большое внимание уделяем повышению престижа на Камчатке учителей и возможностям для их развития, признания заслуг и обеспечения возможностей профессионального роста. Перед Министерством образования края Владимир Солодов поставил задачу обеспечить единую систему подготовки и постоянного профессионального развития преподавателей. Губернатор также сообщил о важности предпрофессиональной подготовки школьников. 1 сентября мы открываем новый корпус школы номер 33 в Петропавловске-Камчатском, и в нем будет открыт предуниверсарий. Предуниверсарий – уникальный формат подготовки ребят в сфере биологии, химии, медицины и подготовки к поступлению в ведущий медицинский вуз Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, а также другие медицинские вузы страны. Это будет примером той предпрофессиональной работы, которую нам предстоит в школах максимально широко реализовать. Другим примером является открытие на базе средней школы номер 3 атом-класса. Владимир Солодов считает, что необходимо, чтобы не менее половины школ, начиная со столицы Камчатки, имели профильные классы различной направленности для углубленного обучения детей. Хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги, что нам необходимо сложить целостную систему работы, связанную с предпрофессиональной подготовкой ребят в школе, с их ориентацией во современном мире, с раскрытием возможностей Камчатского края по дальнейшей профессиональной самореализации. Губернатор отметил, что большая работа предстоит в сфере целевой подготовки. Мы в прошлом году запустили в пилотном режиме новую модель работы. В этом году по инициативе Ирины Анатольевны Яровой, по итогам как раз нашей совместной работы на Камчатке, инициировано принятие федерального закона, он будет рассмотрен в ближайшее время. Хочу подчеркнуть, что это важная задача, которая пока еще не до конца реализована. Мы запустили меры поддержки для ребят, которые по целевому обучению проходят подготовку в ведущих вузах. Это стипендии до 12 тысяч рублей, в зависимости от успеваемости. Это возможность проезда на родину, на Камчатку, бесплатно. Но нам нужно достроить ее системой наставничества и постоянного сопровождения ребят. И, конечно, нам нужно расширять ее масштаб. После вступительного слова Владимир Солодов вручил работникам сферы образования заслуженные награды. Теперь работа участников совещания продолжится на тематических площадках. Итогом мероприятий станет резолюция, в которой отразят согласованные задачи и действия по реализации намеченных планов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова